Сегодня в Женеве стартует восьмой раунд переговоров об урегулировании ситуации в Сирии, где уже шестой год не прекращается гражданская война. Накануне спецпосланий Колан Стаффан Демистура сообщил, что правительство Сирии не подтвердило своего участия в переговорах. При этом представители оппозиции примут в них участие. Ранее они намеревались создать единый представительский орган для этого раунда переговоров в Швейцарии. Напомним, что по официальным данным за годы конфликта в стране погибли 330 тысяч человек, миллионы стали беженцами. Государственная фискальная служба вывела из тени 6 миллиардов гривен. На такую сумму за 10 месяцев было выявлено сомнительных операций. Офис крупных налогоплательщиков сделал это благодаря мониторингу рисковых транзакций во время кампании декларирования текущих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость. В основном речь идет о бестоварных соглашениях или так называемых встречных транзитах. Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг. Через все транзитные предприятия они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей. Благодаря выводу из тени почти 6 миллиардов гривен удалось не допустить прямых бюджетных потерь на сумму почти в миллиард 200 миллионов гривен за счет не включения подобных операций с налоговой отчетностью по НДС. Обычно поход к зубному не то чего жду с нетерпением. Но только не для жителей отдаленных уголков Австралии. Здесь в Буша возможность лечить зубы на вес золота. Люди в Буше привыкли жить с больными зубами. Они разными способами пытаются лечить их сами, от чего еще хуже. От некоторых поселков в штате Квинсленд ближайшие зубные клиники находятся в нескольких сотнях километров. И те часто полностью забронированы на недели вперед. Поэтому приходится искать другие еще дальше, порой за тысячи километров. Но есть один человек, который стремится исправить ситуацию. Думаю, я здесь сейчас еще популярнее, чем был в день своей свадьбы. Должна признать, он очень хороший дантист. Он делает уколы, ты даже не чувствуешь. Это дантист Джалал Хан. В основном он работает в Сидне, но также у него есть стоматологический кабинет, оборудованный в фургоне. На нем он периодически едет в Квинсленд, чтобы помочь местным жителям. «Обычно утром, когда мы приезжаем, сразу же выстраивается очередь из двух-трех человек. И мобильный телефон у нас весь день разрывается от звонков». По данным Австралийского института здравоохранения и социальной защиты, из сельской местности страны госпитализируют в два раза больше пациентов с зубными осложнениями, чем в городах. Многих таких случаев можно было избежать, если бы люди во время сходили к зубному. Джалал говорит, что его главная цель – именно помочь людям. «Я здесь не для того, чтобы заработать много денег. Я предоставляю услуги, но учитывая затраты, сводить концы с концами достаточно сложно». Врач также обращается за помощью к благотворителям, чтобы они поддержали его проект. Два миллиона итальянцев подписали петицию о признании неаполитанской пиццы всемирным наследием ЮНЕСКО. Ее авторы утверждают, что такой статус позволит спасти это блюдо итальянской кухни от неподходящих для нее добавок. Кроме того, в петиции содержится призыв признать изготовление пиццы искусством, которое зародилось в Днеаполе. Обсуждение этого вопроса может состояться уже на следующей неделе в Сеуле. Там пройдет заседание Межправительственного комитета ЮНЕСКО.